Здравствуйте, друзья! Мы с вами в Sunnyvale. Пойдем посмотрим тут новое строительство. Почем, что, чего. Вот видите тут табличка. New Homes. Застройщик приобрел большой кусок земли и построил на нем 4 дома. Вот тот, что справа у нас, он уже продан, и его не показывают. Вот тот, что впереди, показывают. И здесь плохо с парковкой. Вы видите, вот тут пятачок сбоку, это гостевая парковка для одного из домов. Вот этот, который ушел, был продан выше того, что называется Asking Price, того, что просили. Просили 2,7 миллиона. Он ушел дороже. Не говорят, сколько, не положено. 8 соток участок. Будем считать 250 квадратных метров. 4 спальни, 3 туалета. Вот тот. Я просто боюсь солнышка, не хочу вылезать из тени. Вам его показываю. Вот этот. Вот сюда. Так все с кирпичом, с понтом кирпичное. Это чисто отделочный материал, не больше того. Светочка, прочти, пожалуйста, что говорят. 4 бедрума, да, 2 басрама. 2000 скверфутов. То есть небольшой. Небольшой, да. Две машины гаража. Это вид от входа. Ну, давайте, раз мы тут у двери стоим, давайте вот мы сначала сюда зайдем. Так, спальня. Мило, очень мило. Тут прохладненько, знаете, на улице жарко, а тут прохладненько, кондиционер. Очень мило. Полы хорошие. Значит, 2 миллиона 680. Хотят за него 2 миллиона 680. То есть неплохо хотят за него. Туалет. Санузел. Так, ну что же. Небольшой, но вполне, вполне приличный. Гараж на две машины. Тут гулка. Чувствуете, я говорю, и тут гулька. Если вы интересуетесь тем, как выглядит щиток, вот щиток вот так выглядит. А здесь расписано, на каком предохранителе, какая часть дома. Так, еще одна комната. Ну, небольшие они. Нельзя обвинить, так сказать, в том, что слишком большие. Нельзя. Ну, мило, мило. Ничего не хочу сказать, мило. Здесь будут стоять стиральные и сушильные машины. Вот вы видите там, куда их подключат. Вот она, большая, красивая комната. А тут кухня. Очень мило. Очень милая кухня. И плиточка хорошая. И каунтер ничего. Хотя мы обычно предпочитаем, чтобы вот на Айленде, на этом острове, была еще раковина, чтобы можно было там водичку, помыть что-нибудь. Вот. Но все равно очень мило. Тут же закусили. Тут же пошли телевизор смотреть. Это такая family room, open space, да? Открытое пространство. И в этом открытом пространстве у нас и family room, и вот там у нас, да? Значит, люди закусывают. Подождите, это мы смотрим, что там еще сзади, что. Вот тут такое пространство, непонятно, под что они его отвели. То есть был всего один туалет и три спальни, а это четвертая спальня, которая есть мастер. Вот она, четвертая спальня, в которой есть мастер. Ну что, как-то тут наклонная какая-то крыша. Но это все, это дизайн, оно неплохо все-таки, да? Оно немножко больше пространства дает, потому что если бы была крыша плоская, то здесь бы вообще нельзя было бы вернуться. Ну да, я согласен, пространство больше. В общем, комнаты небольшие, поэтому то, что каталог повыше все-таки... Тут, видимо, встроенные динамики где-то из центрального управления, и по комнатам ходишь, там, значит, музычка играет. Ну, надо сказать, что вот эта мастерка... Это признак дорогого дома, друзья. В дорогих домах так принято. Ну да, но не только. Нет? Да. Так что? Вот это вот, смотри, здесь еще неферно сделано скайлайт, и за счет этого совершенно другой виду этой ванной комнаты. Тут ничего такого особенного нету, но за счет скайлайта и света здесь совершенно... Ну, вот этот уголок тоже очень милый, вот здесь. Нет, оно все очень мило, оно все недорогое, вот по сравнению с домами, которые мы смотрели раньше, показывали. Недорогое. Волосалтус, который за 7 миллионов, но здесь, конечно, отделочка будет. Нет, но это все-таки за 2,7. Ну, конечно, да. Но хочу сказать, новая мода стала, да? Вот новая мода стала на высоту этих умывальников, это даже выше, чем 3 фута, чем 36 инчей. Да. Это сейчас стала новая мода, типа... Делать повыше. Делать повыше, да, чтобы не могло... Ну, на самом деле, у меня так удобнее, потому что я, например, высокий и... Да, ну, есть какие-то нормы, знаешь, как вот по которым делать, даже у нас дома оно сделано пониже немножко, но сейчас модно всюду делать это вот. Да, это walk-in closet, такой шкаф. Я не знаю, как вот сейчас в отечестве это люди называют, наверняка это тоже модная фишка. В общем, такой шкаф, куда можно зайти и там все делать. Но вот все-таки он с дверью, разделен дверью, с ванной. Ну, а как же, конечно. Ну, да, но в то же время, наверное, влага может... Ну, ничего не вреда, потому что в ванной все равно там будет фен какой-то. Надо сказать, что двора тут практически нет. Вот они засыпали территорию стружкой, но территории немного. Ну, я бы сказал так, земли тут, как в таунхаузе. То есть дом за 2,7 миллиона, а землица, как в таунхаузе. Хотя числится 8,5 соток. Да. Ну что же, вот отсюда очень хорошо и красиво его смотреть, да? Это, наверное, вот то место, которое должно впечатлять. Вот как тебе кухня? Вот как тебе вот такой дизайн? Нормально. Но, опять же, возвращаясь к кухне, все равно вот это вот рабочее место, смотри, что тут еще... Тоже высоко оно сделано. Ну, чуть-чуть, ну нормально. Но, опять, в чем тут проблема, еще хуже, чем в других домах. Да. Проблема-то. Говорю в камерах. Вот это рабочая поверхность. Вот тут человек стоит и готовит еду. И ему для того, чтобы подойти к холодильнику, нужно вот так вот подлежать, чтобы туда пойти к холодильнику. Это совершенно невозможно. Так, подай, а пусть бы он там стоял, работал в спинной холодильнике. Да, ему нужно на плиту все равно сюда лежать, а к воде еще вот сюда лежать. Я понял. То есть у него между плитой, водой, которая за Светланой, и холодильником стоит вот этот вот остров и не дает человеку двигаться. Нет, это совершенно неправильно. Потому что набегаешь и так на этой кухне, вот так вот обегая этот пайланд, это будет все ли на пути. Казалось бы, можно готовить еду здесь. Да. Ты готовишь еду здесь, но тебе все равно нужно помыть. Ты все равно будешь сюда все таскать, и ты все равно все будешь наполнять. Ну и, в общем-то, здесь не выступает, каунтер не выступает так, чтобы вот... Нет, нет, ну готовить-то можно, но вопрос в том, что как быть с водой-то. Ну да. Слобота и готовка, плита и холодильник очень тут большой вопрос. Я даже не помню, это калитка или нет, потому что я не вижу, чтобы она открывалась. Она не открывается. Так, тут новый забор, за новым забором какие-то люди, наверное, хорошие, но тут вот, вот это все, что есть. Такая тропочка, какие-то кустики. То есть, это все тоже вроде бы площадь, но вот она никакая. Это чтобы просто до входной двери дойти. Поэтому... Оно, когда разрастется, оно красиво будет, но... Ну, в общем, этот дом, он в значительной степени близок к таунхаузу, нежели вот к дому с точки зрения земли. За то, за то, что тоже важно, очень правит вход. Вот вроде бы мы использовали целый кусок земли, чтобы туда подойти. Но... Приватненько. Очень, да. То есть, это плюс, ты считаешь. Вот интересно, где тут хранить мусор? Вот с другой стороны мы зашли, там калитка. Ну, раз такое дело, давайте я тоже пойду в калитку. Здесь вот как бы тоже очень довольно-таки много площади, с одной стороны. С другой стороны... Она вытянутая, и как бы не поймешь, какая. Я думаю, что для мусора вот тут должно, вот тут... Да, но вопрос конец, что, видишь, они кусали... Бетонные дорожки нету, и выкатывать, выкатывать корзинки... Нет, они кусали кусты еще, красиво. И, конечно, ты будешь выкатывать эти... Да, как выкатывать через кусты мусор, непонятно. Вообще, это как-то очень странно сделано. Ну, это просто они же на продаже сделали, никто же не думает о том, как тут мусор выводит. Да, надо сказать, что это хороший подарок соседям, потому что штука, в общем-то, довольно хорошо слышна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова